Все видят вашу работу, так сказать, со стороны немножко, да, как председателя правительства, а мы вот оказались, ну вот, святая святых в вашем кабинете. Хотелось бы немножко узнать о вашей работе, так сказать, изнутри, да, что вот вас окружает повседневно, как вы вообще в этом кабинете живете, работаете. Бумажки меня окружают. Да, ну может быть, вот может просто и начать сразу вот с огромного количества этих чудесных, разноцветных, красивых папок. Это документы, которые выпускаются правительством, в дом числе, постановления. Правительство и распоряжение правительства. За все время моего последнего прихода в правительство в качестве председателя правительства было издано больше 8 тысяч таких документов. То есть, ну, очень много каждый день на столе, и это труд большого количества людей. Это секретные документы, они бывают разные, открывать не будем, но написано совершенно секретно. Это из Кремля пришли эти документы? Нет, почему? Это из разных мест. Это ваш личный планшет? Это государственный планшет, который принадлежит правительству, то есть он обслуживается правительством. То есть игр там никаких быть не может? Нет, там нет игров. Телефонные аппараты, которыми вы окружены, если можно, тоже очень интересно. АТС-ПС, это президентская связь, спецкоммутатор, основной аппарат, по которому происходит соединение по закрытой связи и прямая связь с президентом. И пульт, на который выведено абсолютное большинство моих коллег. Здесь все члены правительства, коллеги из Госдумы, из Совета Федерации. А есть прямая связь за границей, если да, то с какими странами? Нет, прямой связи за границей никогда не было в таких местах, именно потому что это все защищенные каналы связи. И вот это, и вот это. Но связь с иностранными руководителями, будь то президенты или премьеры, осуществляется через спецкоммутатор. По этому телефону можно поговорить с любым руководителем любой страны или правительства. А вот обычному человеку вы можете посмотреть на мобильник? Могу. Например, мне с какого-то? Да, легко, абсолютно. Я должен снять трубку и сказать, соедините, пожалуйста, мобильный телефон такой-то и такой-то. У вас очень интересный кабинет по оформлению, наверное, самый современный. И почему все-таки выбрали хай-тек, да, скажем, не дерево, не золото, не... Ну, вам нравится? Мне, да, почему вам нравится? Да, и мне нравится. А вот могу вам сказать по секрету, о котором вы можете рассказать. Заходил не так давно один из бывших хозяев этого кабинета, но не Владимир Владимирович Кутин. Ему тоже, кстати, понравилось, а другой. И говорит, не, говорит, хуже стало, зря ты это сделал. Это, конечно, вопрос личных ощущений. И мне кажется, что вот такая атмосфера, она в большей степени располагает к работе. Дерево, золото, такие тяжелые формы. Мне кажется, что это вот для работы, особенно в правительстве, это лишнее. Я помню, у вас при детском кабинете было много книг, а вот здесь вот совсем нету никаких стеллажей... Читать бросил. Да нет, ну просто когда ремонт проводили, здесь просто такой дизайн. Здесь есть вот зато место для газет в том числе. А есть ли наша газета там? Спасибо. Читаете живьем газеты, не только в электронной? Когда как, иногда живьем. Особенно, знаете, удобно живьем бывает читать, когда куда-то едешь, и тебе положили газеты тогда... Хотя у меня все попадает и в iPad, и в телефон. У вас ведь тоже ставлен такими необычными статуэтками. Могли бы рассказать вообще, что это? Почему? Не, не могу, потому что они ничего не значат. Ну вот просто подарили когда-то мне такой набор. Я посчитал, что здесь должно быть что-то, так сказать, несколько оттеняющее, сухой, аскетичный стиль кабинета. И поэтому появился вот этот письменный прибор. Он, как видите, с животными, имеющими ко мне некоторое отношение, потому что это медведи. Бывает после работы такие, ну, неформальные посиделки с коллегами, может быть? Что касается встреч с коллегами, то они проходят регулярно. Помимо совещаний коллеги просто заходят, и я очень часто их приглашаю попить чаю, или там даже что-то перекусить. Это нормально, мне кажется, абсолютно. Насколько мы слышали, вы не собираетесь отказываться от айфона в связи с проблемами с Америкой? Если исходить из таких предположений, то давайте вообще откажемся от любых импортных вещей. Более того, я считаю, что наоборот, ни мы, ни американцы, ни европейцы ни от чего не должны отказываться. Мы должны вместе работать. Это просто их позиция. Утром сейчас погода хорошая, успеть катаетесь, плаваете по-прежнему. Как проводите утро, когда, собственно, едете на работу? Я просыпаюсь в зависимости от того, когда я лег. Ложусь я довольно поздно, очень редко, крайне редко, чтобы я лег раньше двух часов ночи. Это почти никогда не бывает. Но я где-то сплю часов шесть, потом начинаю работать. Но дело в том, что работа премьер-министра, как, кстати, и работа президента, она специфична тем, что, как это не, может быть, прозвучит банально, но она не заканчивается никогда. Моя работа очень часто начинается с утра в горках в моем кабинете, когда я, скажу откровенно, действительно сажусь на велосипед. И зимой, и летом подъезжаю как раз к своему кабинету, к тому зданию, где находится офис. И просто, честно говоря, приезжаю, иногда смотрю какие-то срочные бумаги и нажимаю по пульту, какие-то отдельные поручения даю. Прямо еще, скажем, находясь в спортивной форме. После этого уезжаю оттуда, занимаюсь спортом еще какое-то время, завтракую, очень часто возвращаюсь, какое-то время работаю, переезжаю сюда или остаюсь в горках девятых, если у меня весь день, весь график построен таким образом, что у меня все совещания там. Если я переехал сюда, то здесь у меня, ну, все идет по определенному графику. После этого завершения работы в Белом доме, это может быть в разное время, значит, может быть в 7, может быть в 9, может быть когда угодно, я возвращаюсь домой, сейчас в основном перелетаю домой и, к сожалению, снова иду в кабинет. Если говорить о том, сколько времени я провожу в день, занимаясь, условно говоря, делами председателя правительства, то практически весь день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...